Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тейлим, 57-й псалом. В каждом псалме есть что-то такое основное. Это псалом на удачу. На удачу в разных вещах, мы сейчас поговорим об этом, но в принципе это для удачи. Первое, что встречается в старых книгах по 57-му псалому, это для успешного прохождения различных испытаний и экзаменов. То есть, когда перед тобой какой-то экзамен, испытание, что-то такое связанное с опросом, и тогда читается 57-й псалом. Вообще, вот 57-й, 58-й, 59-й, это три псалма, которые пишет Давид, когда его преследует Шауль, и они три начинаются с мольбы Аль-Ташкет, то есть Непогубиды. Поэтому все пишут, что эти псалмы, особенно 57-й, носят еще и защитную функцию. Но, как я уже сказал, он открывает дорогу к удаче в разных абсолютно направлениях. И когда тебе нужно на что-то удача, это говорят. Если особенно важный день, и тебе что-то требуется поддержка, рекомендуется читать этот псалом в синагоге. Так написано в нашей книге, тогда он доходит быстрее. Читает, что сопутствовала удача в этот день. Написано, что иногда человек теряет деньги, и с этим есть проблемы. Это часто связано именно с тем, что на небе складываются какие-то такие в отношении нас, ну, скажем так, разбирательства. Необходимо читать 57-й псалом, и он тоже помогает тому, чтобы не было потерь. Вообще, есть еще такая сгула, и человек должен понимать, написано, если когда у него большие материальные потери, надо проверить, не было ли такого, что жена его публично оскорбляет. Это тоже написано у Хайма Паладжи в древних книгах. Когда человек преследует тебя, кто-то, точнее тебя преследует, есть какой-то человек, который постоянно тебя достает, преследует, добивается каких-то злов в отношении тебя. Чтобы не мог тебе сделать зло, ты должен тоже читать этот псалом, думая именно о ситуации с этим человеком, и тогда это все уходит. Ну вот, пожалуй, все, что есть по 57-му. Удачи, бархава от слуха!